всем привет уважаемые рыболовы рад поприветствовать на канале спиннис 38 и сегодняшнее видео будет посвящено обзору палочки от компании максимус это мародер x серия 662 мх то есть данное удилище позиционируется компания максимус как удилище предназначенное для ловли твичингом именно для рывковой анимации воблеров должен сказать в течение двух сезонов эксплуатации полноценной эксплуатации данного удилища сейчас вот хочется подвести итог и сделать определенные выводы рассказать вам о самом бланке показать как он в течение двух сезонов себя показал что с ним стало и как он сейчас выглядит и в каком состоянии находится так что ребята давайте приступим к обзору и посмотрим и постараемся разобраться во всех характеристиках данного удилища что касается непосредственно чехла от данного спиннинга чехол должен сказать внешне очень эффектно выглядит то есть вот такой красного цвета имеются надписи тест указан длина длина данной палочки кстати говоря собранном виде один метр девяносто восемь сантиметров тест удилища довольно таки мощные это 10 до 42 грамм то есть данное удилище позволяет анимировать довольно таки крупные приманки основное даже количество воблеров которые мы ловим на крупных и средних водоемах она попадает в тестовый диапазон данного бланка сам по себе чехол выполнен качественно за два сезона эксплуатации ни разу его не стирал то есть перевожу без тубуса сохранился как видите в первоначальном и очень хорошем состоянии все надписи имеются чехол сам не загрязнился не как не испачкался хотя перевозил я его в машине пользовался ложил его на пол то есть довольно такие не сказал бы что слишком бережно к чехлу относился но чехол нигде не протерся то есть здесь без замечаний чехол разделен на две части в котором хранится вершинка удилища и его комель части разделены между собой тоже тряпочкой то есть чехлом и это очень удобно то есть при транспортировке сами по себе комель и вершинка они не трутся не повреждается ну и соответственно чехол защищает его очень хорошо и надежно от различного воздействия но воздействие тут имеется ввиду не грубо если мы конечно встанем на спиннинг то он может повредиться а именно при транспортировке от истирания поверхности спиннинга за счет вибрации при поездке и перевозке его в автомобиле липучка должен сказать за два сезона эксплуатации липучка показала себя весьма весьма хорошо то есть сам по себе крепеж липучки он очень надежно крепится вот видите до сих пор весьма так хорошо прилипает соответственно тут качество довольно таки высокое спиннинг что касается самого спиннинга и его ценовой категории это удилище уже входит в ценовую категорию по моей градации по моей личной дорогого сегмента это конечно не супер премиум класс но удилище для большинства рыболов будет в ценовой категории дорогих палок покупал я его за 11 с половиной тысяч рублей сейчас вот буквально несколько минут назад посмотрел в интернет магазинах цена этой палки варьируется от семнадцати до двадцати тысяч рублей то есть как понимаете палка уже относится к дорогому сегменту ну по моему лично мнению ну что же давайте достанем бланк удилища и посмотрим насколько хорошо он выглядит данное спиннинговое удилище представляет из себя двухчастное удилище штекерного типа то есть длина как уже сказал 1 метр 98 сантиметров и тест от 10 до 42 грамм данная палочка выполнена из графита высокомодульного графита двух типов то есть довольно таки сложная комбинация плетения самого бланка и соответственно было выполнено это для того чтобы придать жесткость самому спиннингу спиннинг оснащен девятью колечками от компании fuji то есть это дорогие к колечке катушка держатель тоже fuji и за два сезона эксплуатации не кольца не катушка держатель не повредились и должен сказать момент крепления катушки катушка держатель не прослабляется в процессе рыбак то есть сегодня нужно подтягивать это очень большой плюс соответственно комбинированная рукоять в таком стиле выполнена сам по себе бланк имеет надписи то есть здесь указано что это палка проведена компания максимус серия мародер x модель 662 мх указан тест длина палки указано что данное удилище имеет сверх быстрый строй удилища и указано что предназначена для ловли рывковой анимацией на вобле то есть twitch twitching special то есть специально разработана для ловли твичинга сам по себе бланк хомель он частичного где имеются надписи покрыт лак лаком момент в местах крепления колечек тоже имеется лак то есть по всему бланку лак должен сказать сидит весьма весьма хорошо вот здесь на переднем колечке от того что отсутствует петелька крепления приманки в момент транспортировки то есть когда мы движемся на лодке или ходим по водоему соответственно приходится цеплять приманочку непосредственно за колечкой из-за этого произошла трещина переднем колечке не знаю видно это на камеру нет но лак в этом месте он немножечко вот тут треснул при этом при забросах в нововываживании никакого шума и треска от лака не происходит во всех остальных на всех остальных колечках по спиннингу такого дефекта не выявлено то есть нареканий тут у меня лично нет соответственно тут все качественно и хорошо колечки должен сказать они небольшого даже маленького диаметра несмотря на это палка кидает ну очень хорошо при том что бланк сам по себе довольно таки жесткий но это никак не влияет на дальность заброса должен сказать был немного удивлен тому что палочка кидает настолько далеко соответственно за два сезона эксплуатации удилища хочется рассказать о двух минусах которые обнаружил это прежде всего пробковая рукоятка за два сезона эксплуатации она начала уже вытираться вот видите то есть сам непосредственно рукоятка пробки она начала процессе эксплуатации немножко отслаиваться не знаю видно это на камеру или нет но вот внешне это именно так и происходит соответственно в результате этого на мой взгляд можно сделать вывод только один пробка она не очень высокого качества несмотря на то что спиннинг очень очень дорогой для большинства рыболов будет что касается второго минуса это отсутствие петельки для крепления приманки про которые уже сказал в результате этого приходится цеплять приманку за переднее колечко и соответственно иногда приманки особенно крупные там 130-160 миллиметров в процессе перемещения на лодке они бьются непосредственно обланку удилища и получается небольшие вот здесь царапины которые ну их несколько штучек но они тем не менее имеют место быть из плюсов что касается плюсов это очень хороший катушкодержатель ни разу за два сезона эксплуатации он меня не подводил легко сюда вмещается катушки 3-4 тысячи пятерка сюда войдет если надо легко поставится то есть здесь однозначно плюс катушкодержатель хороший не ослабляется не прослабляется процессе рыбалки выполнен очень красиво эффектно как видите никаких повреждений за два сезона он не получил на тыловой так части удилища комля имеется вот здесь тоже надпись таком вот интересном стиле сам по себе бланк выглядит весьма эффектно и хорошо еще один плюс это имеется . . вот здесь на бланке имеется которая указывает центр момент крепления непосредственно комля и непосредственно на вершинке то есть видите здесь указана черточка для крепления здесь имеется . это очень удобно и хорошо делать процессе сборки спиннингового удилища так что плюсы тоже есть что касается непосредственно бланка он жесткий ребята реально жесткий я не очень большой любитель ловить жесткими удилищами но тем не менее жесткость имеется кстати говоря еще один плюс это то что бланк в процессе эксплуатации вершинка не проворачивается вместе соединения что бывает многих спиннинговых удилищ особенно бюджетных да и у дорогих бланков такая так сказать такой косяк имеется здесь его нет сам по себе бланк несмотря на то что он жесткий хорошо кидает спиннинговой спиннинговой приманки то есть те же самые воблеры размером от сотки и до 160 миллиметров я использовал летят просто потрясающе ну что ж давайте сейчас оснастим данную палочку 4000 катушкой от компании да его и шнуром 02 миллиметра посмотрим баланс сочетание баланса данного спинга и и непосредственно попробуем загрузить и попробую показать как грузится бланк удилища при так сказать статической нагрузке то есть прикрепим куда нет наш шнур и попробуем за него потянуть посмотрим насколько хорошо загружается баланс и так друзья оснастил свою палочку 4000 катушечкой от компании да его то есть за это реврос lt 4000 с то есть катушка силовая с которой я использовал непосредственно данный бланк в течение двух сезонов палочка с такой катушкой очень хорошо сочетается видите баланс удилища очень хороший то есть непосредственно центр находится практически вблизи рукоятки удилища захват непосредственно палки очень удобный вот здесь выполнена такая ямочка то есть очень удобно лежит бланк удилища непосредственно в руке катушка как уже сказал хорошо и легко устанавливается любого размера что касается рукоятки я знаю что многие любят ловить твичингом на палки с короткой рукояткой короткая рукоятка позволяет более легко анимировать непосредственно воблеры в тот момент когда мы это делаем в нижней горизонте опуская непосредственно кончик удилища ближе к воде это делается обычно при ловле с лодки на значительной глубине когда мы анимируем верхней части то сам непосредственная рукоятка она и ее длина уже никак не влияет на сам процесс ловли мне должен сказать удобно ловить рукоятками любого размера в принципе у меня палки с рукоятками длиной сантиметров до 50 имеются от компании shimano старая серия удилища это next safe bx обзор в принципе тоже если нужно могу сделать под данной палкой ловлю предыдущим удилищем то есть от shimano уже на протяжении порядком больше десяти лет соответственно опыт ловли имеется ну а что касается данного бланка удилища как уже сказал катушка в нем сидит надежно фиксируется хорошо и на баланс баланс получается очень очень хороший то есть рука в течение всего дня рыболовного там шесть семь восемь десять часов рыбачить спиннингом она не устает именно кисть руки но должен сказать короткий короткая часть комля то есть рукоятки она также бывает и негативно сказывается на моменте подсечки рыбы но здесь принципе этого я не ощутил но имеется процессе подсечки короткая часть если сильно короткая часть удилища то бланк непосредственно в локтевую часть не упирается и подсечку выполнять гораздо сложнее чем с длинным рук с длинной рукояткой это уже из опыта эксплуатации и спиннингов и самого процесса ловли крупные руб рыбы на них того же линка это менее данное удилище использовал при ловле только щуки и окуня на воблеры ну что ж давайте прицепим наш с вами шнур к стволу дерева и попробуем загрузить бланк удилища посмотреть как он работает то есть ребята смотрим насколько загружается бланк удилища в момент нагрузки то есть вот усилия пока небольшое увеличиваю то есть палка изгибается вот таким вот образом давайте еще раз посмотрим то есть жесткость бланка нагружая потихоньку смотрите то есть видите бланку он жесткий палка загружается медленно и весьма весьма неплохо то есть удилища жесткая по своей структуре в момент заброса крупных приманок бланк практически не прогибается назвать его конечно уж настолько коловидным или там черенком от лопаты я не могу все-таки какая-то упругость у него присутствует и в на момент момент уваживания кстати говоря с данным удилищем было не так много сходов практически всегда палка стекла рыбу просто замечательно давайте еще раз посмотрим то есть бланк нагружается вот таким вот образом то есть видите загрузка это уже очень сильное усилие наверно сравнимая с вываживанием рыбины килограмм под 10 давайте попробуем еще раз показать попробуй как загружается удилищ вот видите леска аж звенит непосредственно на спиннинги то есть это говорит о том что бланк очень хорошо загружен вот не знаю видно это на камеру или нет но в процессе эксплуатации то есть это уже шнур у меня на 9 килограмм сразу нагрузкой чувствуется что шнур уже на пределе и может произойти отрыв штура то есть нагружая бланк очень сильно и серьезно непосредственно в процессе эксплуатации то есть друзья такой загрузки палки достаточно чтобы просечь любую рыбу и непосредственно жесткости удилища достаточно для того чтобы выполнить анимацию любой приманки размером до 160 миллиметров и так какие же воблеры я анимировал с данным удилищем и непосредственно в течение двух сезонов ловил щуку разнокалиберную щуку данная палка я анимировал большое количество приманок в течение двух сезонов всех даже и не упомнить но основной вывод можно сделать такой палочка подходит для анимации диповых моделей воблеров размером от 70 до 100 миллиметров имеющих хорошее сопротивление потому что более мелководные модели воблеров будет анимировать неудобно так как банк просто-напросто не позволит их почувствовать их игру непосредственно и анимация будет не совсем правильно более легкие модели с меньшим заглублением придется анимировать другой другой другими палками то есть что касается здесь воблеров размером 100 и больше миллиметров то есть то десятки с небольшим даже заглублением вот как вижу от мегабас и приманки с более длинными лопатками палка уже хорошо анимирует прекрасно их чувствует чувствуется по бланку удилища непосредственно в руку и очень хорошо анимирует такие модели воблеров вплоть до заглубления в пять метров что касается непосредственно 130 моделей воблеров хорошо бланк анимирует как рудру в размере 130 миллиметров суспендер также плавающие тонущую рудру во всех ее версиях просто замечательно также и непосредственно приманку от компании цуёки то есть это реплика рудры шанс мр-130 сп которые я не раз уже показывал своих видео то есть здесь глубоководная модель по сопротивлению он гораздо более мощный чем рудра но палка легко в принципе его продергивает также хорошо анимирует и непосредственно поинтера болезонга и приманку от компании цуёки то есть это могут маяр мр-128 сп то есть это крупный такой воблер с большим заглублением палка позволяет его анимировать но не в агрессивном стиле я агрессивности проводки не люблю большинство бланков при такой степени проводки и таком характере проводки она будет проваливаться в том числе и мародер если вы начнете допустим им болезонг лонг билд дергать в агрессивном стиле то игра у него может начать пропадать то есть ее может вообще не быть но такими моделями знаю что большинство людей не ловит или ловит не так много людей тем более у нас в регионе должен сказать ловить диповыми моделями получается не всегда не везде и даже не каждый год что касается сто шестидесятых моделей воблеров или близких тому приманах тот же воблер от компании мегабас это каната как видите в размере 160 миллиметров имеет небольшое заклубление и легко в принципе при правильном использовании бланка позволяет анимировать вот такую модель приманки приманочка хоть и пока не показала мне большого результата ну пару щук я на нее ловил и в том сезоне и в этом размер рыбы был пока не трофейный поэтому и видеороликах она пока еще не засветилась но есть к чему стремиться палка мародер x позволяет данную модель воблера как рывками анимировать то есть рыбочки нужно выполнять не сильно мощные в принципе эта приманка такие рыбки любит так и потяжками то есть ребята вот такой вот вывод получился у меня в процессе эксплуатации данного спинга удилища кому палка понравилась принципе приобретать можете если средство позволяет сам по себе бланк удилища он весьма весьма неплохой и меня как рыбалова лично очень хорошо устраивает впечатление и в процессе рыбалки эмоции которые получаешь при ловле такой палкой они положительные только положительные за исключением двух небольших моментов но это уже кому-то нравится кому-то может быть это не понравится тут уже решать каждому рыболову лично я свое мнение высказал что касается дальности заброса то приманки вот в размере 130 миллиметров тоже ту же рудру на 50 60 метров палочка кидает несмотря на то что колечки здесь очень маленького диаметра как уже сказал то есть бросковые характеристики даже показали лучше у данного бланка себя чем у палок средне быстрого строя быстрого строя то есть более мягких не таких жестких как данный бланк удилища всем ребята желаю удачи больших и крупных трофеев не забудьте подписаться на канал всем удачи и до скорых встреч всем пока